Меня зовут Алианора, у меня короткий вопрос. Вы счастливый человек? Ну, поскольку счастья нет, с моей стороны было бы совершенно глупо утверждать, что я счастлив. Более того, я в целом отношусь к людям успешным, ну, как бы в финансовом плане, и в профессиональном, и в социальном, и в любом. Но, как все успешные люди, я себя таковым не ощущаю, но, как все успешные люди, я нахожусь в конструкции, что мне не остановиться в работе. На самом деле, это самая большая сложность, это умерить свою ретикулярную информацию для того, чтобы она... То есть я уже фактически вышел на пенсию после завершения своей работы на телевидении, я мог вполне позволить себе прекрасную жизнь. Я даже создал кластер специальный, чтобы там просто что-то происходило. Через два года я выяснил, что я введу крупный проект под названием Академия смысла, а еще через год выяснилось, что я руковожу лабораторией нейронаук и поведения человека в Сбербанке, от которого бегал 10 лет, от этого предложения Герман Осковича. Вот, поэтому... Ну, счастье, что у меня есть возможность эту мою энергию использовать, и что она меня не... Но я точно знаю, что я, если остановлюсь, то я полезу на стенку, вот, потому что мне нужно будет что-то делать. И вот я примеряюсь со своим мозгом, который говорит, что мне надо спать 6 часов, что мне нужно иметь социальную ответственность перед кучей людей и так далее. Я же не сам выбираю это. Если меня спросить, хочешь ты спать 6 часов? Я говорю, не, я хочу больше. Меня спрашивают, хочешь там меньше, чтобы людей у тебя висело на шее? Очень хочу. Вот. Сними. Но это же сознательная будет история. Я же не сам себе выбрал эту свою жизнь. И если думать про баланс, который мне удалось найти между тем, что я должен делать для того, чтобы мой мозг как бы получил должное количество нагрузки и работы, вот, а с другой стороны, то, как я себя сама ощущаю, а я ощущаю себя хорошо в этом смысле, потому что то, что я делаю, оно действительно приносит пользу людям. Вот. У меня вокруг замечательная социальная среда. То, что команды, с которыми я работаю, ну, они мной уже взросшены, и это настоящая такая командная история, жизнь. Вот. Поэтому я жаловаться не буду. Хотя просто, ну, здесь, понимаете, вот все время важен этот баланс. Баланс между... Никогда не будет... Я, знаете, сейчас я расскажу такое коротко. Вот есть правило 80 на 20. Да? Вот представьте себе, что счастье – это 100%. 100%. И усилие, которое вы можете доправить на достижение счастья – это тоже 100%. И вот вы 20% усилий потратите на что получить 80% счастья. Таково же правило. И на оставшиеся 20% счастья вам нужно будет потратить 80% усилий. То есть эти 20% становятся такими, что они не выгодны в достижении. Ну, просто в простой математике. Потому что 80% усилий приведут вас в несчастье значительно больше, чем 80%. Поэтому вот некое чувство «довольно», ну, то есть мне «довольно» счастье, которое есть. Вот если оно... Вот вы находите этот баланс между количеством усилий, которым надо на это потратить, и результатом, который вы, вложив эти усилия, получаете, это и есть уже счастье, но, понимаете, но не счастье. Вот 80%. Вот я бы такой путь предлагал.